Произошедшие изменения вызывают большой интерес. Раньше компании, которые оказывали услуги по выходу на рынок Форекс, были ничейными. Сейчас они под неусыпным контролем Национального банка. Компании должны получить местную прописку, а также показать свои накаченные финансовые мускулы. Прошедшие отборы попадут в специальный реестр. Счет уже открыт. Национальный банк включил в реестр несколько компаний. Ожидается пополнение. С этого времени в республике деятельность рынка Форекс становится совершенно законодательной, основана полностью на действующих нормативных актах под контролем государства в лице Национального банка. И в соответствии с указом президента, все сделки, которые будут производиться Форекс-брокерами, Форекс-компаниями по распоряжению клиентов, они будут целиком и полностью контролироваться законодательством республики и иметь какую-то защиту. На базе Белорусской валютно-фондовой биржи создан Национальный Форекс-цен. Он и будет курировать участников, собирать и хранить информацию во всех операциях, анализировать работу Форекс-компании. Клиенты Форекс-компании получили правовую и финансовую защиту. Во-первых, все программные обеспечения, то есть торговые площадки, будут тестировать на профпригодность Национального банка. Во-вторых, формируется гарантийный фонд. Все Форекс-компании будут осчислять в него приличные суммы. В случае банкротства одного из игроков рынка, его клиентам будет выплачиваться возмещение. Правда, не очень большое, максимум 500 долларов. Прописано и то, как будут решаться спорные ситуации Форекс-компании и ее клиента. Появляются те, скажем так, защитные механизмы, которых не было при работе с зарубежной компанией. То есть наличие непосредственно регулируемой среды здесь у нас в Беларуси, судебной защиты здесь у нас в Беларуси, гарантийного фонда здесь у нас в Беларуси, хранение средств клиентских здесь в Беларуси, не выходя за рамки границ государства. То есть дает определенные плюсы не только клиентам, но и самому регулятору. И Форекс-компании, и их клиенты получили на несколько лет серьезные налоговые льготы. Для первых уменьшат налог на прибыль, доходы вторых освободят от подоходного налога. Насбанки рассчитывают, что налоговые преференции окупятся притоком капитала. Мы надеемся, что создание, открытие этого рынка 7 марта позволит дополнительные несколько миллионов долларов, а может быть и десятки, сотни миллионов долларов привлечь на белорусский рынок. Поскольку сегодня до принятия указа о внебиржевом рынке Форекс эти денежные средства уходили за рубеж. Все это звучит довольно привлекательно и успокоительно. Но новичкам не стоит обольщаться. Риспроигрыша весьма велик. А потому первая заповедь для тех, кто на старте – учиться, учиться и учиться. А еще закалять нервы. Как минимум надо пройти обучение, прочитать много профессиональной литературы. Попробуй свои силы на демо-счете. Практически любой брокер, которого вы издевите открыть желание счет, всегда предоставит вам возможность работы за демонстрационным счетом, когда вы в практически условиях, идентичных реальному, только на виртуальные деньги, можете совершать те или иные сделки. На Форексе не менее важен психологический аспект – холодная голова, самоконтроль и дисциплина. Говорят, хорошие инвесторы получаются из бывших военных. Но и самые успешные несут убытки. Здесь заработок не гарантирован. Научим зарабатывать за три семинара. Такое обещание раньше давали в объявлениях Форекс-услуг. Но это не более чем рекламный трюк. Сейчас любая реклама должна не только заманивать выигрышами, но и напоминать о рисках, чтобы потенциальный участник заранее мог принять обдуманное решение и в случае финансовых потерь пенять только на себя.